МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лауреатами этого конкурса в различных номинациях. Выставка своего рода встреча предпринимателей, где каждый может рассказать не только о своих успехах, но и заявить о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Организаторы стремятся повысить заинтересованность участников в выпуске конкурентоспособной продукции. При этом развитие малого и среднего бизнеса рассматривают в тесной связке с решением задач модернизации и реализации национальных проектов. Главное также насытить потребительский рынок высококачественными товарами и услугами, чтобы войти в сотню лучших участников, проведут через целый комплекс проверок, в их числе оценка свойств, экологичности продукции и услуг, проверка уровня безопасности товаров для жизни и здоровья людей, их доступность для потребителей, в числе определяющих критериев оформления той или иной продукции, культурный уровень предоставляемых услуг. Награждение победителей состоится в ноябре этого года, аккурат перед Всемирным днем качества и Европейской неделей качества. Их имена прославились на всероссийском уровне. Замир Березгов и Зарима Беканова – лауреаты не районного и даже не республиканского масштаба. Одиннадцатиклассник из селения Исламей Замир Березгов занял первое место на конкурсе «Невское перо-2012» среди юных журналистов в Санкт-Петербурге. А в городе Боровске Калужской области на Всероссийском фольклорном фестивале выпускницы Куботобинской школы Зариме Бекановой присудили третье место. С подробностями Инна Богатырева. Замир Березгов и сам не ожидал, что статьи о нем появятся на страницах газет, интернет-сайтов, а весть о победе в одной из номинаций на конкурсе «Невское перо-2012» облетит буквально весь мир. Вот и сейчас, волнуясь перед камерой, с трудом подбирает нужные слова. В конце апреля отправил свою работу по двум номинациям – это радио и пресса. Радиопередача была посвящена проблемам формирования толерантного сознания и затрагивала очень актуальные темы, то есть это международные конфликты, международные отношения, также затрагивала темы международных свадеб. Молодой перспективный журналист – так за мира охарактеризовали члены строгого жюри. Идейный замесел радиопрограммы судьям понравился настолько, что рекомендовали для вещания цикл передач. Такого же плана некоторым радиостанциям всего на конкурсе «Невское перо» было представлено более 800 работ юных журналистов России. В своей номинации Березгов обошел около 300 конкурсантов. Замир зарекомендовал себя как уже готовый к полноценной работе сотрудник. Его уже даже приглашали. Одна очень известная питерская компания, которая курирует интернет-журналистику, его уже приглашают на работу. Еще одна гордость Баксанского района – Зарема Беканова. Золотая медаль в школе, дипломы и премии на различных конкурсах. Копилку наград выпускница в этом году пополнила еще одной. Участвуя в фестивале по этническому направлению в Калужской области, девушка получила третье место. Работая Зарему под названием «Адыгская свадьба в контексте времени», судьи заинтересовались еще на республиканском этапе конкурса. Я повезла презентацию с видеороликами Цепинова. Там все было представлено. Они взяли мою работу, презентацию и хотели уже использовать для какого-то научного фильма. Свадьба в наше время стала модернизироваться. Какие-то ценности духовные, нравственные стали более угнетаться, уходить. Начинающий этнограф Зарема Беканова и юный журналист Замир Березгов со своим будущим уже определились. Начало положено. Дело за малым. Получить профессиональное образование. В городе Прохладном продолжается реализация программы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних, сообщает официальный сайт муниципалитета. Трудоустраивают подростков от 15 до 18 лет. Соответствующее соглашение заключается в Центре занятости населения Прохладного. Этим правом уже воспользовались 19 школьников. Еще столько же проходят медицинскую комиссию. И вот-вот приступят к работе на одной из местных швейных фабрик. Для начала школьники познакомятся с коллективом, воочию увидя современное оборудование и технологию производства. И только потом смогут влиться в рабочий процесс. Через полчаса на канале Россия смотрите короткий информационный выпуск. Я с вами не прощаюсь. Мы вернемся через час и продолжим в студии «Утро Кабардино-Балкария». Еще раз доброго утра желаю всем, кто встречает его с нами в студии Зухраб Шихачева. И начнем с новостей последнего на этой неделе рабочего дня. В Нальчике по традиции определяют 100 лучших товаров и услуг. Сегодня в Кабардино-Балкарском Центре стандартизации и метрологии откроется выставка продукции предприятий и организаций. Многие из них уже не раз становились лауреатами этого конкурса в различных номинациях. Выставка своего рода встреча предпринимателей, где каждый может рассказать не только о своих успехах, но и заявить о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Организаторы стремятся повысить заинтересованность участников в выпуске конкурентноспособной продукции. При этом развитие малого и среднего бизнеса рассматривают в тесной связке с решением задач модернизации и реализации национальных проектов. Главное также насытить потребительский рынок высококачественными товарами и услугами. Чтобы войти в сотню лучших участников, проведут через целый комплекс проверок. В их числе оценка свойств экологичности продукции и услуг, проверка уровня безопасности товаров для жизни и здоровья людей, их доступность для потребителей. Их имена прославились на всероссийском уровне. Замир Березгов из Зарима Беканова, лауреаты нерайонного и даже нереспубликанского масштаба. Одиннадцатиклассник из селения Исламей Замир Березгов занял первое место на конкурсе «Невское перо-2012» среди юных журналистов в Санкт-Петербурге. А в городе Боровске Калужской области на Всероссийском фолькнорном фестивале выпускницы Кубатабинской школы Зариме Бекановой присудили третье место. С подробностями Инна Богатырева. Замир Березгов и сам не ожидал, что статьи о нем появятся на страницах газет, интернет-сайтов, а весть о победе в одной из номинаций на конкурсе «Невское перо-2012» облетит буквально весь мир. Вот и сейчас, волнуясь перед камерой, с трудом подбирает нужные слова. В конце апреля отправил свою работу по двум номинациям – это радио и пресса. Радиопередача была посвящена проблемам формирования толерантного сознания и затрагивала очень актуальные темы, то есть это международные конфликты, международные отношения, также затрагивала темы международных свадеб. Молодой перспективный журналист – так за мира охарактеризовали члены строгого жюри. Идейный замесел радиопрограммы судьям понравился настолько, что рекомендовали для вещания цикл передач такого же плана некоторым радиостанциям. Всего на конкурсе «Невское перо» было представлено более 800 работ юных журналистов России. В своей номинации Березгов обошел около 300 конкурсантов. Замир зарекомендовал себя как уже готовый к полноценной работе сотрудник. Его уже даже приглашали одна очень известная питерская компания, которая курирует интернет-журналистику. Его уже приглашают на работу. Еще одна гордость Баксанского района – Зарема Беканова. Золотая медаль в школе, дипломы и премии на различных конкурсах. Копилку наград выпускница в этом году пополнила еще одной. Участвуя в фестивале по этническому направлению в Калужской области, девушка получила третье место. Работая Зарему под названием «Адыгская свадьба в контексте времени», судьи заинтересовались еще на республиканском этапе конкурса. Я повезла презентацию с видеороликами Цепинова. Там все было представлено. Они взяли мою работу, презентацию и хотели уже использовать для какого-то научного фильма. Свадьба в наше время стала модернизироваться. Какие-то ценности духовные, нравственные стали более угнетаться, уходить. Начинающий этнограф Зарема Беканова и юный журналист Замир Березгов со своим будущим уже определились. Начало положено. Дело за малым. Получить профессиональное образование. Спорт на благо детям. Под громким названием сегодня в московском спорткомплексе «Крылья Советов» пройдет первый всероссийский турнир по грэплингу, единоборству, соединяющему технику всех борцовских дисциплин. В числе участников немало представителей школы единоборств в Кабардино-Балкарии. Рустам Унежев, Руслан Кабардов, Беслан Машуков, Ислам Макоев, Олег Багов, Ислам Гугов. Все они победители многих международных соревнований. Чемпионы России, Европы и мира. Услышав о благотворительной спортивной акции, спортсмены республики единогласно решили откликнуться на призыв и помочь детям. В качестве почетных гостей на турнир приглашены знаменитые спортсмены по различным видам единоборств. Грэплингу, микс-пайту, самбу, ушу-сэнда, рукопашному бою и панкратиону. На этом утро Кабардино-Балкария завершает свою работу. Спасибо, что эту неделю вы были с нами. Все наши выпуски на сайте www.kbr.ru. Хороших вам выходных! Продолжение следует...